Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами побываем в гостях у винодела и проследим весь процесс производства вина, от сбора винограда до получения готовой продукции. В сентябре прошлого года мы с дедушкой отдыхали в Анапе у его друга Евгения Васильевича Усанова и узнали, что такое винный туризм. Мы побывали на частной винодельне и на несколько дней полностью погрузились в процесс производства вина. Сейчас мы находимся на винограднике, которому 5 лет, второй год мы снимаем с него урожай. Используем только вручной труд. Это сбор винограда идет вручную в ящике, где происходит первичная уже обработка, чтобы не было листьев, мусора какого-то и порченных ягод. То есть виноград в таком качестве он поступает уже в ящички, хранится где аккуратно довозится до места и перерабатывается. После сбора урожая с поля виноград отвозится на винодельню, расстояние около 12 километров. Транспортировка занимает в районе получаса. Далее начинается процесс переработки винограда. Первый этап – разгрузка и взвешивание. Второй этап – определение содержания сахара и кислотности винограда. 21,2 сахара. Теперь кислотность. 1,7. Все ящики весят 91 килограмм и 80. А последний? 853 и… И, и, и… Все, 869. Чистый вес – 777,2 килограмм. Подкормка азотная для дрожжей, чтобы они быстрее развивались. Это для стабилизации цвета. Это из перемолотых косточек делается виноград. То есть, когда заведем, видишь, как кофе будет. Остальное все натуральное. Да и это натуральный препарат. Что такое? Это добавляется экстразим террор. Для того, чтобы концентрация была хорошей. Красящих веществ, зернышки и кожица отделились лучше. Сок и сок, потом будет отжиматься, выход сока будет больше. Здесь приемная винограда. Отделяется гребня. Здесь перемалывается виноград. Отделяются косточки. И разрушается свойственность винограда, чтобы легче сок было достать из него. Разводительность 2 тонны в час. Сейчас мы 1 тонну 40 минут максимум переработаем. Третий этап. Отделение винограда от гребней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Когда произвольное стекание прекратится, приступают к отжиму с помощью пресса. Качество вина будет разное. Вино, полученное в результате самотека, ценится выше, чем прессованное. Субтитры сделал DimaTorzok Когда выделение жидкости при отжиме прекратится, на дне пресса остается большая круглая шайба, состоящая из кожицы винограда и зерен. Дальше. Опять поражение идет? Видите, да, идет большая емкость. Там будет стоять вода. Отдельно, где сок чистый. С самотеком. Вроде прессованное. Вроде другую. И там они родят. Вроде. Уже такое слабое брожение. Основное здесь произошло. И вмешательство там человека не надо? Нет. Там, во-первых, температура понижается. Дрожжи начинают отмирать. Потому что градус повышается. Как 12 достигнут, они умолочат. И они опускаются нормально. Через 2 месяца на дне вот такое где-то литров 100-150 образуются дрожжи серые. Вот надо слить вино, чтобы эти друзья остались. И вот когда перелили, еще на 2 месяца, где-то на полтора-два месяца. Еще. Другую. Другую в чистой емкость уже. Там уже начинается кристаллизация. Вот эти все винные камни начинают по стенкам кристаллизовываться. Потом они, значит, когда сливаем второй раз, камни остаются на стенках, он уже чистый. Или в бочке. Ага. Это уже готово. Это будет уже в бочке выдержанное вино. Или остается в чистую емкость, переливается в металль. То есть, чтобы получить чистый вкус. Но это еще не готово. Нет. Оно 6 месяцев в бочке. Или 3 месяца в стальной емкости. Потом заливается бутылкой. И бутылка тоже желательно от полугода до года выдерживать. То есть, чем в продаже будет. Там оно продолжает тоже жить и доходить. Дышит сквозь стенки. В бочки кислород поступает. Малыми дозами бутылки. Вот эти два сантиметра, которые остаются кислородью, они уже поглощаются остатками. Вот так рождается вино. А мы переходим к процессу дегустации. Подписывайтесь на мой канал. До свидания и до новых встреч. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.